На фоне кризиса российские аптеки могут начать продавать безалкогольные напитки, полезную еду, одежду и обувь, чулочно-носочные изделия, а также спортивный инвентарь. Законопроект, предполагающий такие изменения, внесли в Госдуму депутаты от Единой России в конце прошлой недели, а значит, скорее всего, он будет рассмотрен и может быть даже принят. Слушайте, это дурной сон какой-то. Я когда натыкаюсь на подобные новости, думаю, нет, Саш, ты просто спишь, нет, Саш, тебе это кажется, ну или пранкеры какие-нибудь из панорамы очередную утку запустили, дабы постебать скрипцов и пропагандистов, ты ведь крена лысого. Путинские эффективные менеджеры, простите, менеджеры на самом деле хотят барыжить в аптеках, балтикой нулевкой, трусами и валенками, твою мать, когда же кончится этот маразм? Что ж такое? Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретиной. Парадокс. Это реальная журналистика, постпраздничная программа. Сегодня, друзья, надеюсь, вы хорошо отдохнули в предыдущие три дня, ну а теперь предлагаю хорошо повеселиться. Благо с нашими слугами народными в цирк ходить не надо, ой, мама. Ради меня обратно, тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Никогда не догадайтесь, чем лично мне запомнилось празднование нынешнего дня России или Дня Независимости России. Так, изначально этот праздник именовался правильно. Открытием обновленного Макдональдса, о чем все скрепдержавные СМИ писали и говорили практически в режиме нон-стоп, открылся первый скрипторан там же, в Москве, на Пушкинской, где 32 года назад заработал и первый всемирно известный американский фастфуд. Мы начинаем прямую трансляцию, которая посвящена открытию российского Макдоналдс. На место бывших ресторанов сети пришел отечественный бренд. Сегодня, в День России, в столице открывается знаковый ресторан около станции метро Пушкинская в 12 часов дня. Остальные 14 точек по Москве и области на час раньше, в 11 утра, то есть уже через 40 минут. Интриг было целых две, это новое название сети. Если честно, меня уже два дня мучает вопрос, почему Макдональдс? Почему не чебуречная? Почему не блинная? Почему не окрошечная? Наконец-то это было бы логичнее, согласитесь. Все-таки главный государственный праздник страна отмечала соответственный ресторан. Вот так вот с помпой стоило бы открывать какой-то национальный, наверное, нет? Тем более, что про Макдак с самого начала, ну после известных событий, патриоты в унисоны визжали. Это чуждая нам культура. Так вот я и спрашиваю. Какого вы свою-то харчевню в очередной раз не создали? Понял, понял. В моем вопросе содержится непонятное для путинской России. Ее обитатели и слово создали. Действительно. Когда у нас кто-то что-то создавал, это же не цап-царап сделать. Тут поработать над головой, руками. Как-то еще, а кто этим заниматься станет и сможет ли? Это ж не лозунги о величии на псевдо-митингах за 500 рублей грлопанить. Пускай работает Махмуд, ему полезен труд. Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военно-начальников, причисленных к лику святых, Федора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда. Спасибо! Важный момент, кстати, а что именно там заместили? Ну, очень много, ведь опять говорили об импортозамещении-то. О том, что мы будем делать свое. О том, что наш Макдональдс должен кардинально отличаться от буржуинского. Вот, открылись и те же гамбургеры. Та же картошка фри, тоже порошковое мороженое, та же кола, не квас, заметьте, а кола. Ммм, я правда, честно скажу, что я любил всегда роял, двойной роял. Вот, абсолютно нет никакой разницы, не чувствую. Ну, лучок, хотя там тоже, по-моему, лучок был. Кока-колка, кстати, есть. Ладно, друзья, я пока тут еще распробую, прохожу, разузнаю все и вернусь к вам чуть попозже. А вот, пожалуйста, логотип новоиспеченного заведения. Я когда впервые его увидел, данный символ ведь презентовали в сетях заранее, так вот я уже тогда начал задумываться, что-то оно мне напоминает. Точно! Вот это, например, логотип международной сети отелей Мариотт, а вот это логотип Джума. А это вообще, сейчас держитесь за что-нибудь, прямого конкурента Макдака из Азии, браво! О, честное слово, браво! Опять цап-царап наше все! С вариантами возможных названий также помним, да, что они там предлагали, обсуждали. Весело и вкусно! Свободная касса! Тот самый вкус, только так! Иными словами, ребятишки снова не стали заморачиваться, собрали в кучу самые известные рекламные слоганы, ушедшие из РФ вражеской кампании, которые, как всегда, не они придумали. Замешали все это дело в общий винегрет, тяп-ляп и готово! Только так! И это Биг Мак! Это Россия! Но на самую ржаку обратили внимание мои коллеги, в частности, Антон Харгин. Спасибо ему большое! Вот такие соусы подавались к блюдам в обновленном Макдональдсе в день его открытия. Обратите внимание на то, какие импортозаместили их, а не как, блин. Просто закрасили маркером лого ресторана-предшественника и гуляй, Вася, все! Процесс импортозамещения прошел успешно. Рывок, прорыв, толчок и пердок. Следующий кричит заведующий. А вот здесь я уже от себя добавлю из личных, так сказать, наблюдений. Примечательно, что в этот же день, 12 июня, когда пропагандисты из трусов выпрыгивали, рассказывая на перегонке об открытии украденного ресторана, простите, не помню, как они его обозвали в конце концов, ну да это и не важно, короче, в этот же день, В эфире одного из российских телеканалов состоялась премьера художественного фильма «Основатель». Знаете, что это такое? Автобиографическая картина о жизни американского бизнесмена Рея Крока с Майклом Китоном в главной роли. Именно этот человек, Крок, создал самую известную в мире сеть. Это он договорился с авторами идей, братьями Макдональдами. Это он придумал затем работать по франшизе. Это он на протяжении двух десятилетий успешно занимался развитием данного бизнеса по состоянию, наконец, с 2018 года. На планете открылись 37 855 маков, нечита, воришкам нашим. Слушайте, это либо такой тонкий троллинг от телевизионщиков, ну либо очередная глупость, к чему мы дружно привыкли. Впрочем, я надеюсь, что первое. Ладно, похохотали и будет о коррупции, предлагаю посудачить. Тем более, что давненько мы о ней, родимые, не говорили. У депутата Госдумы Владимира Рейсина, находящегося, кстати, под санкциями, нашли 13 квартир в Праге. Причем две из них он купил уже после начала спецоперации. Об этом сообщает чешское телевидение со ссылкой на Министерство финансов страны. Сообщается также, что недвижимость патриот, простите, депутат, приобрел через посредников. Часть квартир записана на местную фирму, которой владеет внук Рейсина. Часть жилья по документам принадлежит дочери и зять у патриота. По приблизительным оценкам стоит все это удовольствие более 100 миллионов крон. Ну, где-то 4,5 миллиона долларов. Сколько? Да ты что, охуенно! Кстати, это тот самый Рейсин, который уже давненько в патриотах ходит. В свое время трудился на позиции первого заместителя мэра Москвы Лужкова. До Лужкова там же в столичном правительстве груши околачивал. При советской власти надрывался в Москве депутатом. То есть, всю жизнь на благо страны дедушка горбатился. Ну, что он, ну, 13 каких-то квартир, что ли, не наколымил. Кстати, после отставки Лужка был ИО, бургомистра Белокаменной. Вот тогда и вляпался в свой первый громкий скандал. Коллекцию дорогущих часов у дяди нашли, шум стоял. На всю страну думали, ну, все, отправят. Старика нам на покой, как и его экс-патрона. А стариканов в Госдуму взяли и даже наградили государственной наградой. Как так-то? Так-то как вообще? Ну, в конце концов, так не бывает. А знаете, как Рейсину удалось отскочить? Ну, я про скандал с часами. А я сказал, дедуля коллекционер. И мне эти часы дарили для коллекции. Я к большому ценителю. Я тогда еще в шутку прикалывался. Мол, в следующий раз, когда поймают чинушу на взятках. Причем уже не с часами, а с вагоном наречности по той же схеме. Отмажется, ребята, я просто купюры коллекционирую. Это не взятка, это в коллекцию. Я ведь как в воду глядел. Ну, работай, на шарик подшипники. Ну, молодец. Я ворон. А если серьезно, я только одного понять не могу. Вот этому вот Рейсину ему 86 лет. Че он с собой все это утащит, что ли? Все эти часы и квартиры. Ну, неужели хотя бы в таком возрасте не хочется о людях, наконец, подумать о стране? Помочь просто какому-нибудь частному лицу? Мы вон детям на операции смс-ками собираем, а это даже находясь под санкциями. И в столь, повторюсь, преклонном возрасте 12-ю, 13-ю квартиру в Праге приобретает противно. Ей-богу. Ладно, у нас же праздничная программа, поэтому славься, страна, мы гордимся вот с такими героями. И дальше будем цвести и пахнуть, переваривайте, уже за хронометражи опять и вылезли. Реальная журналистика, подписаться не забудьте в телеге, жду, увидимся, услышимся. Пока-пока.